Всем привет! Меня все так же зовут Алена и я все так же продолжаю рассказывать вам о гаджетах. Сегодня у меня на обзоре достаточно необычный девайс. Это весы от китайской компании Xiaomi. Подобного рода вещи я еще никогда не тестировала, но надеюсь, что этот обзор получится достаточно интересным и познавательным для многих из вас. Спасибо магазину Rumi.com за предоставленный на обзор гаджет. Не спрашивайте, как они попали ко мне в руки. Если уж говорить про весы, то я мечтала всегда потестить те, что могут измерить жировую массу тела, ну хотя бы. У Miss Kale этого нет, к сожалению. Весы как в весы, собственно, и кроме массы тела ничего не показывают. Но почему они достойны того, чтобы быть в видео, а мои обычные электронные, например, нет? Ну, на это повлияло несколько факторов. Собственно, сам производитель, качество товара и хороший софт. Начну по порядку. Miss Kale можно полюбить за один только вид. Чисто белые, ничего лишнего, очень минималистично, и я думаю, что они могут вписаться в любой дизайн. Сверху толстое прочное стекло, оборотная сторона выполнена из матового пластика. Четыре круглых прорезиненных ножки, благодаря которым весы не скользят и где-то внутри используется сталь. Подпитываются от четырех батареек типа 2А, которые идут в комплекте. Говорят, их хватает примерно на год. При первом знакомстве весы приветствуют владельца надписью «Hello». Здесь есть датчик освещенности, он подгоняет яркость белых светодиодов в зависимости от освещенности вокруг. Когда я первый раз стала на весы, увидела цифры 102 и 9. Не пугайтесь, хотя я испугалась, столько я вешу в китайских дзынях. Взвешиваться можно в них, если кому-то, конечно, удобно, либо в фунтах и килограммах. Переключатель сверху над батарейками. Итак, мой вес в наших килограммах вместе с фотоаппаратом 51 ровно. Без всего я вешу уже 50 с половиной. Беру телефон в руки и на весах уже 50 800, хотя iPhone 6s Plus весит около 150 грамм. Ну ладно, погрешность допускаю. Сравнила эти весы с моими обычными электронными и разница оказалась почти в 1 килограмм. То же самое я попросила сделать другого человека. И мне, как девушке, если честно, приятнее верить Xiaomi, потому что они показывают меньше. По ТТХ вес измеряется начиная с 5 килограмм. Максимальный 150. Ради эксперимента поставила на них 3 литра молока, килограмм соли и 900 грамм риса. Просто антикризисный набор какой-то. И весы показали цифру 5. Чтобы Mi Scale максимально точно делали измерения, ставить их нужно на ровную поверхность. Ковролины и прочие меховушки исключаем. Кстати, как бы я не вставала на весы, показания были одинаковыми. Mi Scale подключается к смартфонам на Android и iOS через Bluetooth при помощи приложения Mi Fit. Про него уже много всего сказано, ссылочку на ролик оставлю в описании. Это тоже приложение, которое используется для Mi Band и Mi Band 1S. Здесь есть отдельная графа для измерения веса, и тут собирается вся информация, в том числе индекс массы тела и изменения. Весы семейные, поэтому добавить можно сразу несколько человек. Причем весы автоматически будут угадывать, кто сейчас взвешивается. Правда, разница в массе тела людей должна составлять не менее 3,5 килограмм. Иначе данные могут быть записаны на одного человека. Эту проблему можно решить вручную в приложении, либо подвязать еще один смартфон к весам. Очень удобно, что с таким гаджетом молодые мамочки могут измерить массу своего ребенка. Для этого нужно сначала встать на Mi Scale самой, а после взять ребенка на руки. Логично, что это можно сделать и без этой опции, просто запоминая данные. Но тут разработчики решили немного упростить жизнь пользователям. Кстати, в случае, если смартфон рядом не оказалось, тоже не беда. Весы запоминают данные и при следующей синхронизации подгрузят измерения в приложение. У меня уже есть электронные весы, которые я купила на распродаже. И если мне память не изменяет, они мне обошлись где-то в 950 рублей, ну в районе 1000 даже. Грубо, не больше 1000 рублей. И я не вижу необходимости приобретать эти весы от компании Xiaomi, потому что мне не так важно следить за своим весом. Я измеряю его скорее по фану. Что бы было? От вас жду лайки, подписку, если кто-то еще не подписался, и активность в комментариях. Всем спасибо за просмотр, увидимся!